Всем привет! Биткоин падает уже седьмую неделю подряд, такого еще не было в истории биткоина, практически весь рынок находится в коррекции. Индекс страха и жадности сегодня на отметке 12, недавно опускался до 8, находится в зоне чрезвычайного страха. Индекс альтсезона сегодня на отметке 16, зашел в зону биткоин сезона, доминация биткоина продолжает расти и он впитывает ликвидность с альткоинов. Здесь вы можете видеть изменение цены топ 50 монет за прошедшие 90 дней. В плюсе находится всего 4 альткоина, Tron прибавил 22% XMR, Frax и Zcash. Все остальные альткоины вместе с биткоином находятся в довольно сильной коррекции. Количество биткоин адресов, которые находятся в прибыли, достигли двухлетнего минимума 74%. По логарифмическому графику биткоин уже опустился в зону аккумуляции. В целом еще есть куда падать, но это уже указывает на то, что он никак не находится в зоне перегретости. Ликвидации за прошедшие несколько дней находятся на максимальных значениях. Давно уже на рынке не было таких крупных ликвидаций позиций. Максимальное количество ликвидаций было 9 мая. Шортовых позиций на 202 миллиона долларов и ликвидации лонгов составили почти 800 миллионов долларов. Сейчас по всем биржам преобладают лонговые позиции. И на бирже Bitfinex, обратите внимание, недавно было набрано большое количество лонгов, почти 80%. И сейчас соотношение лонгов уже составляет 30 к 70. Инвестиционный фонд Grayscale продолжает сокращать все свои позиции. За прошедшие 30 дней у них минус 1129 биткоинов. Набирали только Solana 1819 монет. Все остальные литкоины в минусе. Биткоин сейчас торгуется по 29800 долларов. Продолжается сильное давление продавца. Он так и не смог пробиться выше своих прошлых локальных максимумов. Это отметки 31200. Но удерживается над локальной зоной сопротивления отметки 28700. Также это уровень 0618 по Fibonacci. Этот золотой карман уровень 0618 от всего глобального импульса, начиная от 3000 долларов до максимума. Крайне важная зона, до которой цена часто корректируется и от нее идет на разворот. Если мы находимся в восходящем тренде. Довольно часто, когда мы закрепляемся ниже, продолжается более сильная коррекция. На недельном таймфрейме у нас уже седьмая красная свеча подряд. Такого еще не было в истории биткоина. Уже напрашивается как минимум неплохой отскок после такой продолжительной коррекции. Даже во время сильной коррекции в 2017 году, вы можете видеть, было всего две красные свечи подряд. Затем следовал отскок. И здесь ранее также было две красные свечи. В этом месте биткоин снижался три недели подряд. Если рассматривать более сильный отскок, локальный уровень сопротивления это отметки 34 тысячи долларов. По уровням Фибоначчи цель отскока 0,5 уровень. Это отметка 36 тысяч 400. Также она сочетается со стонедельной скользящей средней, ниже которой пробился биткоин. Первый раз в этом восходящем цикле. И прошлые минимумы зоны поддержки с довольно крупными объемами проходят на отметках 37-36 тысяч долларов. То есть все ключевые факторы сочетаются в этой области 36-400-37 тысяч долларов. Отсюда будет самое сильное давление продавца, если биткоин отскочит в эту зону. На рынке уже длительное время сильный страх. Плюс биткоин снижается восьмую неделю подряд. Я думаю в ближайшее время последует неплохой отскок. Уже все в панике и прогнозируют падение до 10 тысяч долларов. Набирается большое количество шортов. И может быть довольно неплохой отскок с целью как минимум сбрить шортовые позиции. Если посмотреть цель этого коррекционного импульса по Fibonacci. Мы откорректировались до 618 уровня. Следующая цель уровень 0.5. Это отметки 32 600. И далее уровень 0.38. Это отметки 34 300. Плюс тут проходит зона прошлых минимумов. И здесь будет давление продавца и зона сопротивления. Я считаю выше этой области вряд ли сейчас произойдет коррекция. Биткоин сейчас движется в нисходящем канале. И дно канала у него находится сейчас на отметках 17 000 долларов. Также это уровень 0.78 по Fibonacci. Дно блока поддержки у него находится на отметках 28 700. Здесь была сильная область поддержки. Отсюда его откупали и он пошел на разворот. И также здесь была неплохая проторговка. И находятся крупные объемы. При пробитии ниже этих лоев в этом месте отсутствует зона проторговки. Тут нет крупных объемов. И ближайшая точка находится здесь. Это отметки 21 800. Также в этой области проходит 200 недельная скользящая средняя. При пробитии ниже я рассматриваю данную область как точку остановки и локальную зону поддержки. В любом случае не нужно идти против тренда. Так как глобально тренд у нас нисходящий. И в такой ситуации выгоднее работать от шарта. Ожидать разворот от зон сопротивления. Если будет отскок от этой области. Либо от 0.5 уровня. Отсюда буду рассматривать шартовые позиции. Рассматривать сценарий сильного роста и лонги можно только при закреплении как минимум выше уровня 0.5 и пробития 100 недельной скользящей средней. До этого момента лучше быть осторожнее и не надеяться на сильный рост. Эфириум также недавно пробил свою 100 недельную скользящую среднюю. И скорректировался в золотой карман уровень 0.618 по Fibonacci. Это локальная зона поддержки. Как вы можете видеть сейчас он удерживается в данной области. А коррекция была ровно до прошлых лоев. Тут также хорошие объемы. Это отметки 1600-1700 долларов. От этой области сейчас был неплохой откуп и он пошел на разворот. Я считаю его закупать рано. При дальнейшей коррекции биткоина следующие зоны у него уровень 0.78 по Fibonacci. Это отметки 1300. Я буду его рассматривать к покупке только при снижении как минимум до уровня 0.85. Это 1000 долларов. Ключевая зона сопротивления, за которой нужно наблюдать. Это отметки 2400 долларов. Нужно будет следить сможет ли он пробиться и закрепиться над данной областью. Также по истории, после пробития 100-недельной скользящей средней, цена обычно корректируется как минимум до 200-й. Эфириум даже здесь проваливался значительно ниже. 200 АМА у него находится на отметке 1150 долларов. Тезос пробил свою зону ключевой поддержки на отметке 2.4 доллара. Цена на импульсе пробилась в зону, где у него находятся максимальные объемы. Это отметка 1.8 долларов. И на данный момент удерживается над ней. По индикаторам, зона перепроданности у него находится на отметках ниже 0.92. Также это будет последняя зона поддержки. Если он пробьется ниже, можно будет ожидать снижения до отметок примерно в диапазон 0.9 долларов. Раньше достижения этой области его закупать рискованно, так как вероятнее всего продолжится коррекция. Сейчас коррекция составила 81%. До этой зоны будет 90%. Атом торгуется по 11 долларов. Скорректировался в блок поддержки. Диапазон 7.8-10. Если смотреть глобально, ему еще есть куда падать. Большинство альткоинов уже скорректировались ниже 0.85 уровня по Fibonacci. У Атом это отметка 7.3 доллара. Это минимальная цель снижения. Также это очень важный уровень. Здесь у него находится блок последней сильной поддержки. Это отметки 7.7. После закрепления ниже этих лоев цена может еще значительно скорректироваться. И это будет локальная область сопротивления. По индикаторам в зоне максимальной перепроданности он будет ниже отметки 6 долларов. Это сочетается с блоком поддержки. Здесь ранее у него были максимумы. Это блок поддержки в диапазоне 3.9-6 долларов. В этом блоке уже можно будет более безопасно рассматривать его к покупке. Прошлые минимумы у него находятся на отметках 97 центов. В любом случае нужно закупать частично и рассчитывать на долгосрок. Даже если начинать покупки от 85 уровня по Fibonacci и в дальнейшем правильно распределять набор позиций, можно сместить среднюю точку входа и в долгосрок будет отличная цена. Самое важное не совершать необдуманные поступки, продажи и покупки на панике во время сильного роста либо коррекции. Кадена очень сильно упала. Сейчас торгуется по 2.8. Здесь обратите внимание, вы также это можете отслеживать на других альткоинах. Когда была длительная консолидация, она удерживалась в этом диапазоне. Минимумы это отметки 5 долларов. Здесь у нее находился последний сильный блок поддержки. Далее цена пробилась на импульсе и практически без отката скорректировалась в блок следующей поддержки. Здесь в этой области также была зона накопления и находятся объемы. Ниже практически не было зоны проторговки и цена прошла всю эту область на импульсе. Такая же картина на многих альткоинах, так же само упал. ЦРО, Сент, Мана и так далее. Цена всегда движется в зону максимальной ликвидности и объемов. Здесь у нее локальная зона сопротивления, это отметки 1.37. Она торговалась длительное время в этом диапазоне и сейчас пошла на разворот от этой области. Также у нее здесь линия сопротивления, ее нисходящего тренда. Возможен отскок до этой области и отсюда цена вероятнее всего продолжит свою коррекцию. И данный блок теперь выступает сопротивлением, это диапазон 5-6 долларов. В дальнейшем, если она пробьется ниже этих лоев, тут также отсутствует зона проторговки. И можно ожидать снижения до следующей зоны, это диапазон 73-76 центов. А блок накопления у нее находится на отметках 29.45. То есть в этой области максимально безопасно уже набирать позиции. Матик продолжает торговаться в своем нисходящем канале. Сейчас цена 70 центов. Он удерживается над локальной зоной поддержки. Это уровень 0.78 по Фибоначчи. Также в этой зоне ранее здесь он пошел на разворот. И здесь в этой области была зона поддержки. Следующая цель при пробитии ниже уровень 0.85, отметки 45 центов. Также здесь были прошлые максимумы. Это будет локальная зона поддержки. И следующий уровень у него находится на 30 центах. Как минимум для покупки я бы ожидал снижения в эту область. Зона накопления у него находится в диапазоне 3.15 центов. Солана торгуется по 54. Пошла на отскок от 85 уровня и поднялась до уровня 0.78. Это отметки 57.3. Даже не смогла пробиться выше него. Здесь у нее локальная зона сопротивления. Также есть уровень ее глобального нисходящего тренда. Она пришла в первый блок поддержки. Это диапазон 40-50 долларов. Здесь, как вы можете видеть, в этой области у нее пустота. Не было зоны проторговки. Цена прошла всю эту область на импульсе. То же самое было в этой области, где она безоткатно росла. И нет никаких объемов. Цена также на этом импульсе пробила всю эту зону. Далее сильная область у нее находится здесь. Это отметки 20-22 доллара. И ниже прошлые минимумы на отметках 11 долларов. Я уже давно показывал эту область. Для покупки ожидаю ее снижения как минимум сюда до прошлых лоев. Далее будем смотреть, как она будет удерживаться над этой областью. Так как если пробьется ниже, следующая остановка может быть в диапазоне 11-12 долларов. Авакс торгуется по 33 доллара. Он скорректировался ровно до 85 уровня по Фибоначчи. Это отметки 23,9. И пошел на отскок до 78 уровня. Также у него здесь находится блок поддержки. Это диапазон 21-26 долларов. Отсюда цена пошла на разворот. Ранее здесь была длительная зона проторговки и зона поддержки. При пробитии ниже этого блока сильная область у него находится здесь. На прошлых минимумах это отметки 9-10 долларов. Также здесь у него находилась зона накопления. Это его последняя и ключевая область поддержки. Крайне важный уровень, так как ниже тут также отсутствуют объемы в этом месте. И зона накопления у него была в диапазоне 2-4 доллара. Сейчас коррекция составила 83%. В эту область будет 92%. Уже в целом долгосрок можно рассматривать к покупке. И до лоев будет коррекция на 98%. По индикаторам точка входа сейчас находится на отметках от 17 долларов и ниже. Он будет в сильной зоне перепроданности. ЭОС торгуется по 1,34. Пробил свою последнюю сильную область поддержки. Это были отметки 1,9 доллара. Очень сильно скорректировался. Цена корректировалась до 98 центов. И сейчас, как вы можете видеть, задержалась ровно на прошлых минимумах отметки 1,34. Но здесь у него отсутствуют объемы. Тут не было никакой зоны проторговки. Цена просто на импульсе тенью пробилась в эту область. Максимум коррекции составил 93%. Ниже уже отсутствуют какие-либо зоны поддержки. Потенциально альткоины могут снижаться вплоть до 96-99%. Коррекция на 96% это будут отметки 0,45. ГРТ сейчас торгуется по 17 центов. Дно коррекции у него было на 12. Он также уже пробил свою последнюю область поддержки, которая находилась на отметках 30 центов в этой области. И длительное время цена удерживалась над этим блоком. Это диапазон 45-56 центов. То есть это очень сильная зона сопротивления. Коррекция уже составила 95%. То есть глобально он уже находится в зоне достаточно сильной перепроданности. Но потенциально альткоины могут падать вплоть до 98-99%. Поэтому я столько раз всех предупреждаю. Во время такой сильной коррекции находиться в альткоинах небезопасно. Плюс доминация биткоина продолжает расти. И если что-то и закупать на таких сильных падениях, по моему мнению, лучше купить биткоин. И потом за биткоин уже откупить интересующие альткоины, которые будут находиться на дне. Лучше дождаться разворота, чтобы цена как минимум закрепилась над локальной зоной сопротивления. Здесь это отметки 30 центов. Увидеть фигуру разворота, допустим перевернутую голову и плечи, либо двойное дно. И уже в дальнейшем можно будет понимать, что начинается восходящий тренд. Село торгуется по $1.38, скорректировался до последней своей зоны поддержки. Это отметки $1.34. Ниже у него отсутствуют объемы проторговки. Цена ICO у него $1. То есть можно отталкиваться от этих отметок. И лучше дожидаться снижения до цены ICO, либо ниже. После того, как цена закрепится ниже этого диапазона, последняя область поддержки $1.3. Если биткоин продолжит свое снижение, может быть достаточно резкая коррекция, так как ниже у него отсутствуют объемы и какие-либо области поддержки. Здесь нужно быть осторожнее и дождаться, пока цена нащупает свое дно и будет идти на разворот. Такая же ситуация у монеты Мина. Она сейчас торгуется по $1.07. Скорректировалась ровно до своих прошлых лоев. Это диапазон 90 центов. И от этой области пошла на разворот. От максимума коррекция составила 86%. То есть ей в теории еще есть куда падать. Ниже уже не будет никаких объемов. И цена может еще значительно упасть, если пробьется ниже данной области. Теоретически она может скорректироваться на 95% и более. Это будут отметки $0.31. Oneinch скорректировался ровно до своих прошлых минимумов. Здесь у него также последняя область поддержки. И сейчас торгуется по 94 цента. Дно коррекции у него на 72 центах. Многие часто спрашивают про Oneinch, монету Cake, BSV и так далее. Я рекомендую не спешить лезть в такие альткоины, так как у них неограниченная эмиссия. Они уже достаточно сильно скорректировались и пробили ключевые блоки поддержки. От максимума коррекция составила 91%. То есть учитывайте, что у него неограниченная эмиссия и ниже уже отсутствуют какие-либо объемы. Неизвестно, докуда скорректируется цена. Теоретически можно ожидать снижения до 95%. Это уже будут отметки 37 центов. В этой ситуации все зависит от биткоина. Сколько биткоин еще будет корректироваться, все эти альткоины будут падать вслед за ним. Альткоины, которые имеют неограниченную эмиссию и пробились ниже своих ключевых блоков поддержки, могут корректироваться значительно сильнее. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях и всем удачной торговли.